всем здравствуйте сегодня нас 12 июля 2023 год среда мы возле нового рынка у нас опять же рано что вы знаете вчера таки был дождь мы вчера пошли в магазин и в телеграмм на наш канал одесские прогулки ссылку и название выставляю под каждым видео я покажу вот название это новый базар а мы сейчас пойдем по-другому немножко зайдем молочный корпус а потом выйдем опять на здесь может быть по здесь пойдем посмотрим сейчас так же да мы вчера пошли в магазин это когда было во сколько в часов 6 да и такой покрапал небольшой дождик а перед этим было пару воздушных тревог тревог которых опять если бы не день мы бы если бы это было ночью мы бы не услышали ну так идем же уже там через катазы так наш там хотели выйти грешки описала как мы пойдем а ты хочешь так а потом не идем я по-другому пути ну ну а чё уже пошел дождь такой приличный до дождь якобы приличная мои цветочки не полило у меня во дворе стоят в горшках такие они цветочки зелень я думала польется но не пришлось слить поливать вручную вот здесь всегда много разных магазинчиков здесь кстати есть такой неплохой магазинчик украинской обуви вот этот котяра я вам покажу вот мы заходим это молочный корпус мы так немножко пройдем я не знаю будем ли мы смотрим цены потому что здесь немножко продавцы по-другому относятся к тому что их показывают хотя один раз меня спросили а вот тому то тому то нормально его ему улыбаются все разрешают цены показывать ну во первых тот про кого вы говорите он волонтер он у них всегда покупает много всего он с ними со всеми знаком делает им разные подарочки они отмечают дни рождения вот ну а мы же не волонтеры мы столько не покупаем просто покажу вам как сейчас выглядит а там молочный корпус мы не показали до мимо прошли а чё то здесь поворачиваешь и выйти там нет уже давай здесь уже пойдем вот немножко мяса 130 что-то говорит цены дальше господи бедро 210 голень 130 так ты скажи я ж не вижу прошу тебя цену я не знаю куда надо эти торты есть все можно на новом рынке купить так же как и на привозе кстати мы там пошли немножко фрукты сняли для телеграм-канала он туалет есть и заморозка и фрукты примерно в ту же цену да игр фрукты и овощи как и на привозе примерно да большой выбор сыров колбас очень красивое сало вот видится шикарно но почем сало пельмени пельмени а это заморожен вашу сало 250 вот эти шикарное сало 250 люди 7 мясо вкусное все вот такие вкусняшки вот такое вот все очень вкусное свежая конечно эти масло приправа все это есть ну вот есть скумбрия это соленая до 165 сель 135 тюлька 80 тюлька 80 филе 166 ну все равно мы такое не берем скумбрия 300 вещь вяленый цена 350 ну вот немножко поэтому я вам говорю что мы здесь цены сильно не спрашиваем они очень этого как-то воспринимают странно я не знаю и объяснила почему мы здесь просто так прошли немножко зашли раз мы уже здесь есть но как-то шли с другой стороны в эту сторону и нам спросили чего не дошли до нового рынка вот можно сказать нету пешеходного перехода какой-то правильный на камеру хорошо хорошо игорь мы прошли пойдем налево пройдем направо на право да меня все время налево тянет шаверма это вот такие булочки вот одесский хлебзавод номер четыре а что-то говорили что его якобы закрыли что-то там вот это было молоко да лавита фирма лавита вот видите какой магазинчик тут выставили на продажу цирк кассы кассу нужно зайти в кассу посмотреть видите какие кассы в цирке ну где говори мне цены что он до сих пор скак а первого лыпня держаться и до какого до четверг пятница с 18 суббота неделя 17 ага хорошо да вот видите цирк и вот тоже вот этот значок который защищает юнеско цирк вот так выглядит главный вход в цирк и тут рядом есть ветеринарный послуги отецкий державный цирк всегда можно обращаться сюда насколько я знаю здесь всегда была очень хорошая допомога для животных ой смотри там они вот эту собаку вчера в кино видели нет худее и ноги длиннее ну это просто откормили ай прелесть а какая порода ты знаешь сверхпинчер сверхпинчер это поводок не ваш девушка а спасибо не потерял нет нет симпатяга симпатяжная сверхпинчер у нас нету этих крысариков австрийских чешских чешских крысарик да 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 это мы вчера фильм смотрели ну хорошо не будем отвлекаться что-то я вам все за Одессу что нам за Одессу ну за свет я вам за помните я вам вчера рассказывала что мы шли видели фонтан воды не было так у нас не было тоже воды ну так можно сказать что не было потому что была такая струйка что ну еще набрать в чайник можно было если долго стоять и ждать а что-то делать нельзя было а у кого-то отключили воду и фактически целый день не было воды да да видно там чинили где мы говорили что поломано чтобы что-то там поломалось ну а когда мы выходили сегодня с утра на солнце было сколько ты сказал 28 градусов ну это хорошо это можно сказать прохлада да мы сейчас идем в общем чудесная погода особенно когда идешь по тени сейчас такое полуоблачно знаете если вы видите и облака и солнце выходит и обманщицы летают и обманщицы летают это Игорь за ласточек а что только грызятся дождь только навекает нам что дождь будет а дождя не, ну был же немножко ночи да ведро стояло на улице я заглянул на него для дождя поставил вода набралась да 3 сантиметра она бежала понятно понятно да все понятно еще что-то стали говорить что соль и сахар поднимется ну я так думаю что сахар это потому что начались закрутки да ну соль тоже закрутки но я не вижу если поднялся бензин а ну да поднимется все да и пусть говорят не говорят мы это знаем ну понятно не просто вот сейчас вот эту соль что мы покупаем я честно говоря вот к ней не могу привыкнуть она какая-то другая не такая вот я привыкла к крупной соли я знаю сколько кидать надо куда а эту ну я вот сейчас закрутки надо будет делать я честно говоря в растерянности чего сколько куда кидать соль этой она другая просто другая единственное я видел два шага на Ришельевской так там была румынская она тоже похожа да Игорь зачем мне румынская мне не надо румынская мне надо наша так и наша да нет это все не то это все разговоры в пользу бедных это все не то да а сахар в принципе он давно поднялся 36 гривен где мы видели самую дешевую сахар в Таврии по-моему 34,50 да 34 гривен да а яйца самая дешевая знаете где в ОТБ почем там 3,29 3,29 а в этом в обжоре 3,95 да 3,89 а 3,89 в обжоре да это самая дешевая ну есть разные цены это мы вам говорим самые дешевые 3,85 это за штуку это если в лотках а если по 10 яиц расфорсованных то они за 50 примерно они тоже идут в лотках только по 10 по 10 штук я же тебе говорю да ну так это другие лотки просто и другие цены там другой сорт другой размер там все сортировано одни и те же яйца просто их по размеру раскидывают и разные цены ты рассказываешь как они выглядят в магазине нет они расфорсованы по 10 яиц в коробочке в магазине так мы видим это в магазине да что ну ничего ну так говори что ты хотел сказать такой дом красивый всегда на него смотрю это же жилой на втором не это не жилой да это какая-то контора да контора рогая какая-то ну ты что-то нам расскажешь Игорь Сергеевич да ничего в голову не приходит в голову а просто поговорить как ты мне говоришь да можно и поговорить ну давай поговори со мной я привоз люблю больше чем новый базар ну правильно потому что ты все время туда ходишь ты все время там делаешь базар у тебя там свои продавцы ты знаешь где могут обвесить где не могут обвесить а на новом рынке говорят что нигде не обвешивают что за этим очень серьезно смотрят ну может быть а может нет на привозе тоже все говорят а что на привозе все говорят ну кого не спросишь вы что у нас самые точные весы да знают кто может и кто не может кто делает и кто не делает ну пшенка 35 гривен штука да а можно купить это мраморная а можно купить за 25 это на привозе или эту обычную ну мы же сейчас видели на новом рынке мраморная 35 и на привозе также за 30 я видел мраморную или обычную нет мраморную понятно хотя ее кажется мраморная она вся модифицирована тогда сейчас вся такая не только мраморная это это ж не тот это сейчас вот это сладкое нет сейчас той пшенки которую мы привыкли есть она такая мясистая была там другой вкус совсем был сейчас этой пшенки не найти еще пару лет назад еще можно было купить а сейчас вообще не видим да такое да ну все такое уже сейчас кстати помнишь я всегда говорила за вот эту церковь на пастера да евроэглическая да 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 и там билеты были по 100 гривен а пенсионерам 50 гривен сейчас там билеты уже задороже 150 гривен а пенсионерам и переселенцам 100 гривен а вот будет концерт там скоро ну там позже гораздо я потом скажу какого числа будет концерт органной музыки и там по-моему дороже не 150 а от от 200 вот в общем вот так что ты сделаешь на все поднимаются цены опять мы на цены перешли да ну да вот ты говорил что не везде вот везде стоят эти как они называются батареи солнечные это у нас в Одессе вот такие стоят мусорные баки альфатор да и Игорь как-то шел где-то мы шли он мне говорит смотри здесь солнечные батареи а я ему говорю везде солнечные батареи он стал со мной спорить говорит нет не везде ну а как они будут работать если не везде будет они ж нигде не проводили не копали может быть где-то и есть я не знаю опять же я не утверждаю наверное где-то есть но пойдем к памятнику Воронцова здесь всегда гуляет много детей но это еще немного потому что сильно жарко все-таки здесь самое солнце в это время поэтому ну есть там на площадке дети видите здесь везде есть скамейки я всегда это подчеркиваю раньше вот здесь играли в шахматы помнишь да здесь до того как а теперь их перенесли сюда и сделали им такой навесик всегда собирались играть в шахматы играли тут они разговаривали мужчины обсуждали да в домино нет в домино никогда не играли сейчас играют а там всегда играли в шахматы я никогда не видела чтобы играли в домино ну теперь не только шахматы а мужчины играют вообще а слушай ты знаешь вышел закон что запретили продавать вот эти ароматизированные сигареты но я не вижу я вижу шик первый раз ну потому что ты не смотришь новости те которые надо смотреть в магазинах на кассе навал да ну вот уже я не помню с какого числа просто я вижу сидят девочки под навесом и курят я знаю что это запрещено они не имеют права вот так сидеть курить где отдыхают люди ну игнорируются многие правила вот розочки на самой жаре роза посмотри но все равно есть работает фонтан художников совсем мало картин совсем мало они в тюрье кушали ну все равно обычно вся вот эта площадка была в картинах с ней жарко жарко да жарко поэтому не рекомендую очень жарко это правда хотя в тени приятно ну хорошо немножко с вами прогулялись собственно говоря ничего такого не рассказали но поговорили будьте будьте нам здоровы берегите себя берегите своих близких и пускай у всех наступит завтра немножко еще пройдем покажу вот здесь ну верочку холодную можно показать дойти до нее поездить пойдем прошу как то не в то Субтитры сделал DimaTorzok